В Нягоне особенные люди раскрывают танцевальные таланты. В городе успешно реализуются два проекта, подкрепленные президентскими грантами. На сумму свыше двух миллионов рублей для нягоньцев с ограничениями в здоровье закуплены специальные коляски, передвижные зеркала, сшиты костюмы. Она прикоснулась к совершенно новому, к искусству танца. Внимательно следит за движениями рук хореографа, повторяет основные элементы. Елизавета Филипчук решилась на отважный шаг. Репетирует, чтобы выступить на большой сцене. Что я чувствую? Какую-то свободу, что полет душевный, что ли, как-то, вот если так выразиться, можно. Ну и я просто себе задаю вопрос, могу ли я? Я пробую, сама себя проверяю. Поверить в себя помогают опытные артисты. С волонтерами, воспитанниками танцевальных коллективов, дети с проблемами в здоровье разучивают несколько номеров. Их покажут на фестивале, посвященном Дню инвалидов. В инклюзивном танцевальном сообществе «Крылья» пять детских танцевальных групп. Его участники – ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Кто-то нам продемонстрирует бальный танец, да, как вдохновение. Будут народные, национальные танцы, индийский танец, русский стилизованный танец. Это будет и эстрадный танец, который делает такие, это щелкунчик. Это будет эстрадный танец, также делает хореографическая студия «Кураж». Поэтому тематика будет самая разнообразная. А это участники проекта «Танцы без границ». Они занимаются буквально пару месяцев. И результаты уже есть. Хороший урок на мастер-классах получили от тюменских чемпионов спортивных паралимпийских танцев. Кружить в ритме вальса помогает и огромное желание особенных артистов. Даже новички отмечают хореографы, быстро включаются в процесс. В фигурном вальсе знаем такие фигуры, как квадрат. Мы можем выполнить полностью поворот на 360 градусов, причем это синхронно сделать. Мы слышим и слушаем музыку. Мы слышим, видим партнера. Мы видим рядом стоящего партнера. И это, я считаю, что это большой прогресс. Азы хореографии изучают на специальных колясках, которые закуплены на средства президентского гранта. Обществу инвалидов Нягани выделено 900 тысяч рублей. Часть средств направлена на изготовление концертных костюмов. Рубашки, больные платья, наряды шьют для европейских, латиноамериканских танцев, для сольных и эстрадных номеров. Еще у нас три танца с людьми с ограниченными возможностями здоровья, но у которых нет нарушения опорно-двигательного аппарата, которые могут сами свои номера показать. Там тоже будут флешмоб, групповые в основном танцы и показательный танец «Мы любим рок-н-ролл». Взрослые дети убедились, для занятий танцами границ не существует. Адаптивной хореографией серьезно занимаются уже более 40 человек. Авторы социальных проектов намерены привлечь как можно больше особенных людей. В планах участие в городских культурных мероприятиях, в региональных и даже всероссийских творческих фестивалях.